Всем привет! Меня зовут Игорь Камешников и я сегодня нахожусь в магазине Anderbinnen в Швейцарии и решил заснять такой вот обзорчик на вот эти замечательные тромбоны. Сейчас я в руках держу тромбон, который называется Piccolo. Это модификация Piccolo Black. Он оснащен карбоновой кулисой, которая просто не ощущается в руке от слова совсем. Очень быстро ходит и черным раструбом не обожженным, не лакированным, не подкрытым. И рекомендуется, как заявляет производитель на сайте, что тромбон должен звучать очень ярко, очень легко продуваться, подходит для солистов и для фанковой джазовой музыки. И сейчас попробую продемонстрировать. Игорь Камешников Просто тут Игорь Камешников Второй трамбон Называется он уже Picolo Это именно основная версия Picolo Основная модель Из которой уже сделали предыдущий трамбон Picolo Nero Picolo Black Он уже не оснащен курицей из карбона И раз трубы здесь уже обожженный Заполированный И трамбон уже не такая быстрая у него Кулиса не такая подвижная Но тем не менее мензура и материал сохранены И сейчас что-нибудь вам еще разочек сыграем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и что-нибудь тоже фанкушку на нем можно нажать Звук уже гораздо более насыщенный обертонами Как звучит колокол У меня так звучит колокол только на моем Olds recording 51 года Но вот эти вот новые инструменты Они просто восхищают Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас мне еще осталось Четыре тромбона Все эти тромбоны называются болит И отличаются они мензурами Они в двух вариантах Один как Baxx 2 примерно по аналогу По величине раструба А второй как Baxx 36 И соответственно они оснащены еще съемными квартвентелями Вот у меня тут на стойке стоит Такой же только уже с квартвентелем Думаю я покажу вам их без квартвентелей Такие очень звучные тромбоны Самый большой, самый широкомензурный На узкой ножке Но тем не менее Мензура у него достаточно большая Здесь все курицы летают просто идеально И колокола звучат просто Я такого звука слышал только На Baxxcast или у меня на муце Липо дым Субтитры создавал DimaTorzok Ну конечно на нем и варкушку Но я не думаю что он для этого назначен Субтитры создавал DimaTorzok На нем нужно играть классику Что-нибудь типа такого Субтитры создавал DimaTorzok Этот модель уже болит Тоже такой же Только уже с меньшей мензурой Я думаю может быть попробовать его Показать в варианте с квартвентелем Попробую Я конечно на квартвентелях Дудках никогда не играл Ну только в рамках того, что Дайте мне попробовать Но тем не менее Сейчас сыграю, попробую показать Что это себе представляет Тоже плотный металл Шикарно звучащий колокол Кулиса летающая Все Андербинина Все работает прекрасно в этом плане И я хочу обратить внимание на всех тромбонах Утяжелитель находится именно здесь Именно сбоку Висит небольшой утяжелитель На нем написано Андербинин Ну и номер соответственно Продукта И на всех тромбонах Предусмотрен съемный квартвентель На всех моделях Даже вот на самом маленьком Пикола Нера Тоже вот здесь Есть вот эти вот две Два вентиля Которые откручиваются И можно прикрутить соответственно Квартвентель И нету вот этого вот Круглого утяжелителя Который обычно Есть у нас вот здесь Вот на штанге Круглый утяжелитель Или просто штанга Как у меня на тромбоне Утс Рекординг 51 года Здесь вот это сделано Элегантненько Аккуратненько Сбоку И очень элегантный Тоже аккуратный Квартвентель Без лишних нагромождений Ходит прекрасно Так что давайте попробую Что-нибудь вам заиграть еще Сбоку 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 Совсем маленький Это можно сравнить С бахом Пожалуй Бах 16 Или бах 12 Давно я их не видел Очень маленький Раструб При этом звенит Прекрасно Кулиса Носится С огромной скоростью Очень удобный Здесь у него Настроечный крон Очень удобно Выдвигается Все влетает Все работает Все выглядит прекрасно Черный раструб Привет Павлу Лавчиннику И фирмы BAC И все-таки Вот это вот Мой фаворит остается При том что Кулиса Достаточно широкая Штанги находятся На удалении друг от друга И здесь тоже Я держу кулису Штанги достаточно Далеко Друг от друга И они при этом Имеют какую-то Все-таки толщину В отличие от BAC Custom Здесь Кулису чувствуешь В руке Но Это не минус Это не плюс Это просто Такое Отличие некоторое И тут Напугало меня еще У каждого тромбона Вот такая вот На окончании кулисы Вот такой вот вход Толстый и широкий Я сначала подумал Что это все на широкой ножке И придется вставлять Переходник Но нет Может только Замечательно вставляется Это просто Такое Можно сказать Как удлинение Такое Для резонации Или еще Для чего Я не знаю точно Замечательно вставляется Замечательно вставляется Замечательно вставляем Замечательно вставляем Замечательно вставляем Повторяем Спасибо, что посмотрели, если кто-то посмотрит вообще этот обзор, но я считаю, что нужно было сделать, раз уж я оказался в Швейцарии, раз уж я оказался в этом магазине тромбонов Андерпинин и тут помимо тромбонов еще представлены практически все медные духовые инструменты, здесь и трубы, и флейты, и саксофоны, и флюгельгорны, и корнеты, и тубы, и много чего другого. И не только производство Андерпинин, но еще и американские всякие разные фирменные инструменты. Стоят они, конечно, дорого, но они того стоят. Эти инструменты просто, на мой взгляд, лучшие инструменты, на которых я играл когда-либо, просто замечательные. Особенно мне понравился как для джаза, как для исполнения сольных партий, как для исполнения партии первого тромбона, мне очень понравилась вот эта модель Пикола. Он также и балет, и Пикола Нера, балет в своей широкой версии, в версии широкого раструба, он для классики звучит, я не слышал вообще ни одного тромбона, чтобы так звучало. На мой взгляд, Бак Страдивариус просто отдыхает, 42-й, мне этот тромбон понравился очень сильно, но я, как джазбенд, выбираю именно вот этот тромбон Андерпинин Пикола. Спасибо, друзья. Может быть, еще когда-нибудь в Америку съезжу, запишу видосик оттуда.